Добрый день. Данный фильм уточняет возможности SCADA 3SMO от релиза 6.0.9 в резервировании последовательных коммуникаций при обмене данными с контроллерами и устройствами удаленного ввода-вывода. Известно, что при создании систем автоматизации с использованием PLC и OSO с протоколами обмена данными такими как DECON, MATBAS RTU, OVEN и другими обязательно нужно закладывать защиту от возможного обрыва линий связи. Такой обрыв может привести к полной или частичной потере объекта контроля и управления. А это очень серьезно. Покажем, каким образом защитить систему путем резервирования линий связи. Итак, разработаем проект, в котором реализуем резервирование обмена данными с двумя модулями удаленного ввода-вывода I7017, это 8 аналоговых входов, I7044, это 8 дискретных выходов. Адрес модуля 7017 в сети RS-485-1, формат данных инженерный. Для релейного модуля 7044, имеющего адрес 3 в сети RS-485, создадим программу, управляющую его выходами. Связь с модулями будет вестись по интерфейсу RS-232 через два автоматических конвертора I7520, соответственно, с последовательными портами COM1 и COM2. Настройки 57600N8.1. Управлять работой последовательных портов будем с помощью системной переменной RS-ON-OFF. Загружаем интегрированную среду разработки. Создаем новый проект в стандартном стиле. В слое системы создаем узел RTM. В нем группу COM-порты. Открываем на редактирование созданный порт. Настроим его следующим образом. Порт COM1. Назначение DRS-MASTER. Скорость 57600. Базовый адрес контроль четности прерывания управления передачей тайм-аут по умолчанию. А вот настройку RS-передачи зададим равную 2. Вместе с таким назначением двоечка определяет, что резервным портом будет COM2. Включение передатчика, задержка запроса и остальное оставляем заданными по умолчанию. Продолжаем. COM2 получаем путем клонирования уже существующего порта COM1. Единственное, что мы там выполним смену номера порта и в параметре RS-передачи укажем единиц. То есть для порта COM2 резервным будет COM1. При запуске узла активным будет порт COM1. Ну, порт с младшим номером. Но если обмен данными по разным причинам прекратится на время больше 10 секунд, потом исполнительный модуль TRES-мод переведет обмен на резервный COM2. Перемещаемся в слой источники приемники и создаем группу, распределенную ОСО. В рамках этой группы под группу i7000. В ней модуль 7017 и модуль 7044. Содержимое группы 7017 оставляем с настройками по умолчанию. А вот для компонентов DI и DO модули 7044 изменим адреса на 3. Перенесем с помощью механизма drag and drop и слой источники приемники обе группы компонентов в узел РТМ. Далее в источниках приемников создадим группу диагностика и сервис. в ней системные. В рамках этой группы создаем компонент rs.on.off Перетащим его в группу канала нашего узла. С помощью полученного канала мы теперь будем управлять состоянием наших последовательных портов. А теперь мы напишем программу управляющую дискретными выходами модуля 7044. Для этого в группе канала создаем новый компонент программа. Открываем ману редактирования в аргументах создаем один аргумент типа out с типом данных безнаковый байт. И сразу свяжем его с каналом DO2 из группы 7044. Разработку программы выполним на языке функциональных блоков. Для ее составления будем пользоваться следующими функциональными блоками. меандром 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 счетчиком возведением в степень и вычитанием. соединим их между собой зададим необходимые константы и свяжем с выходным аргументом. Программу откомпилируем. Для нашего проекта мы операторский интерфейс создавать не станем и всю необходимую информацию будем смотреть из окошка компонентов профайлера. Сохраним наш проект на диск с именем DRS Master и выполним процедуру сохранения для MRV. Далее запустим утилиту PortMon которая будет перехватывать сообщения по нашим обоим портам COM1 и COM2. Из инструментальной системы запускаем наш узел RTM. открываем заранее окошечко профайлера компоненты. Теперь запускаем на исполнение профайлер. Обмен будет вестись по последовательному порту с младшим номером ну то есть по COM1. ну собственно говоря вот мы это все делаем и наблюдаем. CILLEAL0 это наш COM1. Данные идут. Если мы посмотрим на дискретный выход то собственно говоря вот идет формирование дискретных выходов по нашей программе. А на модуль 70 17 поступает синусоида который формируется вот от этого контроллера. Итак воспользовавшись каналом RSN связанным с соответствующей системной переменной выключим путем посылки единицы порт COM1 и внимательно будем смотреть вот на поле порт. Итак единица выключаем последовательный порт COM1 обратите внимание обмен уже идет по порту COM2 CDL1 нам четко указывает что текущий обмен выполняется именно по этому последовательному порту. Если во входное значение канала RSN подать двоечку то есть тем самым включить COM1 и выключить COM2 обмен перейдет на COM1 внимательно смотрим и так CDL0 то есть исполнительный модуль автоматически перевел весь обмен на порт COM1 таким образом мы весьма просто и эффективно выполнили резервирование обмена данными по последовательным коммуникациям с модулями удаленного OSU на этом завершаем наш ролик оставляя вас в глубоких позитивных размышлениях спасибо